Приветствую вас, на мой взгляд, вариантов развития событий, да, здесь несколько. Первый вариант развития событий таков, значит, что мужчина просто-напросто будет и дальше проявлять себя по отношению к вам вот таким образом, да, то есть, мужчина по-прежнему будет как-то вот, значит, воспринимать вас подобным образом, да, у него будет к вам что-то вроде, что-то вроде таких вот чувств, да, что-то вроде такого влечения, ну, такого, знаете, может быть немножечко, ну, может быть уместно сказать, знаете, извращенного, да, или, может быть, лучше сказать, болезненного влечения к вам, да, вот, у него будет. И, соответственно, в итоге вы с ним дойдете до того, что он пожелает увидеть вас, как вы занимаетесь, значит, сексом со своим мужчиной, да, вот, по сути дела. И вот, собственно, это и будет развитие. Вряд ли такие отношения к чему-то хорошему приведут, вряд ли такие отношения дадут вам, действительно, значит, ну, действительно дадут какое-то наслаждение, какие-то положительные, позитивные моменты вряд ли, то есть я, если честно, не думаю, что это что-то вам даст, но, тем не менее, тем не менее, если вам нравится, если вы выпускаетесь, вот, то, соответственно, почему бы и нет, собственно говоря, вот, то есть, как бы, отговаривать вас от подобного рода отношений, да, отговаривать вас от такого плана отношений, я на самом деле не собираюсь, ну, просто, опять же, потому что считаю, да, считаю, что у вас есть право выбирать, и, соответственно, вы можете и должны это делать, вы можете и должны выбирать. Вот. Значит, с другой стороны, другой вектор развития событий может быть такой, что мужчина устыдится, вот, своих чувств, устыдится того, что он делает, и в итоге отдалится от вас, да, и делать, собственно, вообще ничего не будет, вообще, то есть он будет идти по пути отдалению от вас, вот. Это, в общем, тоже вполне вероятный вариант, вполне вероятный расклад, потому что, ну, вполне может быть такая история, что мужчине, вот, не понравится то, что произошло, мужчина испытает стыд, и, собственно, собственно, он, получив подтверждение, подтверждение того, что вы всё-таки встречаетесь, значит, с другим мужчиной, да, он не будет с вами никак взаимодействовать. Опять же, я не уверен, да, я не говорю, что это обязательно будет так, но это вполне себе возможный расклад, вполне себе возможная ситуация, вот. И при таком, значит, при таком векторе, вы, конечно, мужчину, ну, скорее всего, потеряете, потому что, если ему не понравится, если он не будет дальше хотеть с вами быть, вот, то, соответственно, вы его потеряете, и, потеряв его, вы уже вряд ли с ним отношения восстановите, вот. Ну, ну, на мой взгляд, так это будет. И, соответственно, если вы потеряете его, то вам важно, вам, именно вам важно не страдать из-за этого, вам важно не страдать по этой причине, вам важно не переживать из-за этого, вот, и всё-таки как-то, значит, будет, соответственно, двигаться вперёд, чтобы, с одной стороны, значит, не повторять больше таких ошибок, с одной стороны, а с другой стороны, и это гораздо важнее, чтобы всё-таки понять, что для вас действительно важно, и уже исходя из этого двигаться, потому что, ну, вот, пока, например, на данный момент вы, вроде бы, и хотите быть с мужчиной, да, и в то же время у вас есть другой мужчина, и непонятно совершенно, как вы хотели бы это всё совмещать, как бы вы хотели всё это вместе, воедино, сложить, вот, но, на мой взгляд, на мой взгляд, это, в общем-то, тоже очень, очень важный такой, такой момент, потому что без него вы, опять же, не определите, чего вы хотите, вот. Значит, что я увидел, да, что я увидел, исходя из того, что вы написали, что я увидел? Именно в вас я увидел, скорее, именно в вас я увидел, скорее, неуверенность в себе, вот, именно в вас. То есть, на мой взгляд, вы, в большей степени, не уверены в себе, и, вероятно, вы даже склонны считать себя, какой-то, вот, недостойной, может быть, того, что вы живёте, того, что с вами происходит, вы можете считать себя недостойной любви, например. И именно по этой причине, потому что вы можете считать себя недостойной любви, вы испытываете возбуждение от того, что, значит, ну, вот, вам либо изменяет, да, либо вы показываете, как другой человек, значит, ну, спит с вами тому, кто, опять же, вам важен, ну, вроде как бы. Все это происходит от неуверенности в себе, ну, на мой взгляд, от неуверенности в себе и от отсутствия любви в себе. Опять же, как это видится за мне? То есть, я не говорю, не говорю о том, что я обязательно прав в этом контексте, но мне кажется, что так. Если бы вы любили себя, вы бы, ну, никогда бы не действовали так, как, ну, как вот вы действуете сейчас. Вот у вас не было бы мужчин, у вас не было бы такого, как сказать, треугольника, да, у вас не было бы любовного треугольника, и уж точно вы не подошли бы к тому, чтобы показывать мужчине, который вроде как вам нравится, как вы спите с другим. То есть, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, ситуация здесь заключается в том, что только через вот такую болезненность вы и можете чувствовать жизнь. И, как правило, опять же, подобная болезненность возникает именно из-за того и именно тогда, когда родители в детстве часто ругали вас или часто как-то, вот, знаете, давали вам любви, давали вам, значит, внимание, только тогда, когда вы, ну, когда вам было плохо или когда вы были расстроены как-то, ну, то есть, вот такая история возникала, вот. И, собственно, на мой взгляд, это вот такой достаточно, ну, ключевой момент, достаточно важный момент, чтобы вы чувствовали любовь свою, да, к себе всегда. То есть, не через кого-то другого, да, не через других людей, а всегда. И вот я полагаю, что можно бы поработать над вашим, вашим принятием в себя, можно бы поработать над вашей позицией по отношению к себе, для того, чтобы вы находили радость, наслаждение, удовольствие, гармонию, не в том, чтобы, вот, у вас было несколько мужчин, и чтобы они, как бы, соревновались за вас и так далее, а чтобы вы находили гармонию и удовольствие в отдаче, понимаете, в отдаче, в полной отдаче себя другому. Вот. Так. Я полагаю, что это работа над самооценкой и над принятием себя. Потому что, опять же, ну, на мой взгляд, вы можете быть склонны к тому, чтобы часто за что-то себя стыдить, вы можете быть склонны к тому, чтобы себя за что-то обвинять и так далее. Это также не является чем-то хорошим, чем-то правильным, чем-то адекватным и полезным. Вот. Значит, ну, соответственно, что теперь делать? Делать вам нужно следующее, да? Значит, просто с мужчиной немножко пообщаться сперва. Пообщаться с человеком так, как будто ничего не произошло. Вообще ничего. И потом вы поймёте, понравилось мужчине или нет. Скорее всего, он вам сам скажет о своих дальнейших планах. Но если не скажет, то вы можете сами поднять эту тему и так далее. В конце концов, ведь он сам попросил. Другое дело, я не очень понимаю, зачем вы молодому человеку сказали, что у вас есть мужчина. Вот вы говорите, что не знаю зачем. То есть, вы не осознавая этого. Вполне вероятно, что вы хотите его унизить. Вполне вероятно, что вы хотите указать ему на место. А это всегда проекция своих чувств и своих ощущений, а также своих желаний. То есть, это вы себе хотите указать на место, но в действительности указываете на место ему. И если вы перестанете хотеть себе указать на место и себя унижать, а это отчасти унижение, то, что вы делаете, да? То, соответственно, эта вся ситуация отпадёт. Другое дело, опять же, готовы ли вы работать над тем, чтобы перестать себя унижать. Так вот, значит, вы сказали ему, что вы со своим молодым человеком записали домашнее видео. Опять же, я не понимаю, зачем, скажу, сказали ему. Вот это вот, вам нужно всё это выяснить. Вот. Ну и, собственно, вот такая вот история. То есть, вам нужно лучше определиться со своими желаниями и потребностями в этой ситуации. И вам вот рекомендуется обязательно работа над личностным ростом и над снижением уровня такой вот своего рода аутоагрессии, как это мне видится, да? Вот. Вот. И прекращение попыток унизить себя. Вот. Тем самым обеспечив себе безопасность. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И, в заключение, я бы хотел, чтобы вы обязательно, обязательно прочувствовали. Вот, ваше состояние эмоциональное, когда вы себя унижаете. Вот, что вы чувствуете? Какие чувства есть? Подумайте об этом, это очень важно. То, что вам даёт унижение, это является конечной целью. Но, как вы сами, я надеюсь, понимаете, что данная цель достигается, ну, скажем так, деструктивно, да? От этого страдаете вы и страдают другие люди. Вот, я уже молчу о том, что вы мужчине показали другого человека, да, своего, ну, вот, по скайпу, да, вы показали мужчину, своего мужчину, с которым вы спали, без его разрешения. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Вот, что я взяла?